Сегодня у нас особенный день, я даже зашел в Википедию посмотреть, какой Википедия ответила, это день недели между средой и пятницей, такой черпывающий ответ, там же, кстати, в Википедии я узнал, что в Австралии по четвергам люди получают зарплату, и примерно с таким вот праздником в душе я готовился к этому эфиру, просто потому, что сегодня у нас, как обычно, по каждым вторым четвергам, по каждым первым четвергам, после второго, Светлана, Лаврова Светлана, здравствуйте. Всем здравствуйте, очень приятно, что приглашаете, вот, и меня сегодня попросили... Да, я бы, знаете, еще хотел бы обратиться к аудитории, пока она нас видится, слышит, а в рамках некоммерческого проекта «Браво» и YouTube-канала «Автопокстар», я призываю вас задавать свои вопросы, в течение нашего эфира они будут озвучены, микрофон ваш. Вот, я знаю, тема довольно интересная, а следующее я, я как-то пытался так и так переворачивать слова, я так и не понял, с тем большим интересом хочу спросить, что это обыкновенно знать. Да, как раз я это и хотела вам рассказать, как обычно, я делюсь только тем, что прожила сама, то есть чьих-то высказываний, чьих-то мыслей, чьих-то наработок, мне это неинтересно, и вы это можете посмотреть и без меня, поэтому я только рассказываю то, что я сама проживаю. И я уже неоднократно ребятам рассказывала свой путь в автономию, что со мной происходило, что у меня не так всё было гладко, как у большинства, кто рассказывает, что это такое, да. И я рассказывала ребятам, что такое, что я испытала в определённые моменты своей жизни, и как я понимаю просветление, как я понимаю пробуждение, что со мной было, какие моменты я проживала. И я была уверена, что я прожила, как и большинство людей, прожила состояние смерти. И сейчас как раз попробую это вам объяснить, что такое состояние смерти. Это очень многие люди достаточно проживают это, и в том числе у меня такое было, что когда твоё белковое тело по каким-либо причинам умирает, умирает, и ты как будто поднимаешься наверх, да. Но мы все прекрасно знаем, что если мы уже окончательно умрём, с того света никто не возвращается. Мы все застреваем в определённой границе между этим и тем, я бы, наверное, это так назвала. Что это значит? Это когда тебе становится настолько хорошо, это неправильное слово, да, настолько легко, свободно, и вот это абсолютно новое состояние тебя, и когда ты можешь смотреть на то, что происходит внизу, что твои родственники делают, что твои близкие делают, что делают вокруг тебя с твоим телом. И у тебя нет там эмоционального фона, ты не… у тебя нет такого, что ты сожалеешь, что ты уходишь, что ты что-то недоделал, что тебе нужно вернуться, как ты оставишь близких. То есть абсолютно нет никакой жалости, сожаления, и наступает просто тотальное тепло, лёгкость и обволакивающий свет. Но в определённый момент кто-то уходит дальше туда, да, и покидает окончательно своё белковое тело, кто-то возвращается. И я в определённый момент, у меня было таких смертей несколько, я в определённый момент вернулась, вернулась в своё белковое тело, и у меня были свои какие-то осознания, которыми я с вами и делюсь периодически. Я думала, что это и есть вот то состояние, когда ты умираешь. Я была уверена, потому что про другое состояние я никогда не читала, я никогда не слышала, у меня никогда не было тех знакомых, которые рассказали бы о чём-то другом. И когда мне задают вопросы, Светлана, вот вы столько времени не кушаете, не пьёте, минимум спите, почему у вас не возникает желание уйти куда-то в горы, не рассказывать что-то там, уйти, сепарироваться от социума? И я тогда задавала себе вопросы, думала, а как сепарироваться? Вроде как ты же должен вот что-то рассказать, показать. Показать человеку, насколько он богат, насколько он обширный, насколько он глобальный. И когда мы это узнаем, когда мы придём к самому себе, то нам уже будут неактуальные, неактуальные войны, неактуальные ссоры, неактуальные обиды, и многие-многие вещи от нас отвалятся. И не понимала, почему меня люди спрашивают об этом, но не так давно со мной произошла другая ситуация, которая перевернула всё моё существование здесь. Это та ситуация, когда я вам не буду вглубь заходить туда, рассказывать, да, я вам поверхностно расскажу, но многие, наверное, меня всё-таки поймут, либо для них будут какие-то свои личные осознания. Это другая смерть. Это та смерть, когда в твоём здоровом белковом теле умираешь ты, умирает твоя суть, умирает твоё высшее я, умирает твоя душа. И это абсолютно другие ситуации. Это когда ты смотришь, например, на листок, который уже жёлтый, валяется в груди других листьев. И ты его видишь и понимаешь, что вот он есть, просто есть. И если его не будет, то его просто не будет. И так ты воспринимаешь абсолютно всё. Природу, птиц, зверей, себя. И ты понимаешь, что ты есть, это просто есть. Это не хорошо, не плохо. Здесь вообще нет понятия хорошо и плохо. И если тебя нет, если тебя не будет, то тебя просто тоже не будет. И в этом состоянии абсолютно чётко, абсолютно в абсолюте стирается грань между жизнью и смертью. И это как раз то состояние, когда для тебя уже не имеет абсолютно никакого смысла что-либо делать от слова совсем. То есть нет смысла вести эфиры, нет смысла вести ретриты, нет смысла заниматься чем-либо, чем ты вообще в принципе занимался, либо не занимался. Нет смысла жить или нет смысла не жить. То есть это настолько ты видишь всё с другого ракурса, настолько для тебя всё абсолютно переворачивается. И в эти моменты я сейчас уже очень чётко понимаю, что если бы рядом со мной тогда не было бы близкого человека, то меня бы уже, ни моего белкового тела, ни меня бы уже не было. То есть это я не говорю о том, что я бы покончила с собой. Нет, там нет такого состояния, что ты уходишь в смерть, чтобы познать там что-то новое. Либо ты уходишь в смерть, уходя от чего-то. Для тебя просто абсолютно стирается грань, что ты живёшь и что ты не живёшь. Тотально стирается. И естественно пропадает вообще какой-либо смысл в делании чего-то. И сейчас я абсолютно чётко понимаю людей, которые уходят в горы, которые уходят из социума, которые сепарируются абсолютно от всего, потому что абсолютно во всём нет абсолютно никакого смысла. И тогда я заявила, что я ухожу со всех экранов, со всех эфиров, со всего абсолютно, потому что для меня это был новый этап моего белкового тела, новый этап моей души. И в таком состоянии я находилась примерно где-то в сутки. Но если бы рядом со мной не было определённых людей, то, наверное, из этого состояния, я так понимаю, что я бы не вышла. Не вышла бы абсолютно. И сейчас я знаю тех людей, которые сидят, например, грубо говоря, в позе лотоса и сидят годами. Я знаю, что это такое. Сейчас уже я знаю, что это такое. И единственное, когда со мной начали близкие там общаться, говорит, затаскивая в меня какие-то определённые крючки, чтобы меня вернуть в более-менее меня, на это им понадобилось чуть больше суток, чтобы вот это сделать. И сейчас, на сегодняшний день, чтобы дальше продолжать, то есть мне очень чётко показали определённые люди, что если уж у тебя на сегодняшний день всё-таки есть это белковое тело, то будь добра, пройди и этот этап. И чтобы пройти этот этап, нужно следующее развитие, другое развитие. То есть на сегодняшний день мне неинтересно говорить просто о том, что может человек есть или не есть. Мне интересно говорить какие-то другие процессы. На сегодняшний день мне интересно, я в себя, так скажем, да, запихнула тот интерес, чтобы мне самой для себя хоть как-то зацепиться ещё в этой плотности. Сейчас я пошла в изучение анатомии. Не автономии, а анатомии. Как у нас работает наш организм, как у нас работает наше естество, наш аватар. Потому что если мы не знаем, как работает наш аватар, то, в принципе, мы вообще ничего не познали в этой жизни. И когда люди говорят, что я готов там выйти из своего тела, я готов разъединиться, то на сегодняшний день то, что я вижу, в нашем мире, в этом мире, в этой плотности у нас нет ничего вообще. У нас нет детей, это не наши дети. У нас нет любимых, там, любимых, там, мужчин, любимых женщин. Потому что это не наши. Это не наша собственность, не наши люди. У нас нет каких-то материальных благ. У нас нет в этом мире вообще ничего, кроме нашего белкового тела. И если мы не пользуемся тем единственным даром, что у нас есть, зачем мы тогда здесь находимся? И только через белковое тело мы можем познать всё, что состоит для этого белкового тела. И когда мы начинаем узнавать, когда мы начинаем прорабатывать, что такое наше белковое тело, когда мы начинаем познавать себя, только после этого мы начнём познавать ту плотность, а для чего это здесь, для чего здесь это белковое тело, узнав, что такое оно, прощупав его, поняв, как оно работает. Я скажу такой небольшой момент, чтобы было понятно. То есть на сегодняшний день, смотрите, насколько нам наше белковое тело показывает, что происходит в нашем мире, что происходит в нашем мировосприятии. Всегда только через белковое тело, всегда только через осознание себя. Это, например, когда вы находитесь на сухих днях, возьмём приятное для многих, это жизнь без еды и без жидкости. Когда вы находитесь длительное время на сухих днях, то у вас происходят определённые процессы, у вас идёт оголение самого себя, оголение сути своей, то, что есть внутри, потому что вам уже не нужно скрывать от себя какие-то моменты, вам не нужно врать себе по каким-то критериям. И тогда вы очень чётко понимаете, можете вы взять что-то или можете вы отдать. То есть если мы не можем что-то отдавать, то мы и брать ничего не умеем. А если мы не умеем что-то взять, то мы и отдавать ничего не умеем. Очень многие люди, они же как говорят, я готов отдать всё, что угодно. Но когда им говоришь, возьми вот это, они говорят, ой, нет-нет, это много, это мне не надо, это ещё что-то. Это как раз показатель абсолютно точно того же, только с другой стороны. У медали две стороны. И если мы не можем брать, то по факту мы и не можем отдавать. Если мы не можем отдавать, то мы и не можем брать. Что это значит? Это значит, что брать и отдавать – это наши почки. Наши почки – это про принятие и про отдачу. И когда мы не можем либо брать, либо отдавать, наши почки, наши надпочечники начинают работать абсолютно по-иному. Они начинают больше колотить, да? Они больше начинают вырабатывать кровотока. Кровотока вырабатывать, но не просто его выработка идёт. Почки, они чистят азотистые соединения в крови, и когда мы не можем отдать, то эти азотистые соединения почка не может хорошо прочистить, и она начинает работать ещё быстрее. Начинает работать ещё быстрее, у нас повышается артериальное давление. У нас повышается артериальное давление, мы начинаем его снижать какими-либо способами. Кто-то таблетками, кто-то травами, кто-то там ещё чем-то. Абсолютно не важно. И когда снижается артериальное давление, наши надпочечники в таком лёгком шоке. Они не понимают, что с ними происходит. Почему? Вот они сделали это, а всё равно вот так-то и вот так-то происходит. И когда снижается давление, эти азотистые соединения, весь мусор идёт в межклеточное пространство. Но так как в нашей клеточке ничего не впитывается, то есть из межклеточного пространства вся вот эта вот грязь, так назовём, не медицинским термином, идёт в наши суставы. И наши суставы начинают деформироваться, болеть, и всё, что с этим связано. Это такой маленький-маленький пример вам привела, как это работает. Это то же самое, что зрение. Что такое зрение? Зрение – это наш копчик. И зрение – это наш копчик не просто так. То есть когда мы не можем… Когда у нас есть дальнозоркость, близорукость, и когда мы начинаем это думать, что же это такое? Почему я не хочу это видеть? Почему я туда не смотрю? Почему ещё что-то? Это же только поверхность того, что происходит с нами. А если мы начнём понимать, то есть что, почему у нас болит, почему у нас плохое зрение? И мы начинаем интерпретировать, что у нас было. У нас у 97% как минимум ушиблен копчик. Как минимум мы где-то сели, где-то съехали с горки, не очень благоприятно в каком-либо возрасте. Абсолютно различные причины. И когда мы выходим на тот этап, когда мы повредили копчик, вот сегодня разбирали несколько вариантов. То есть у меня сейчас проходит ретрит, и мы с ребятами разбираем очень глубоко, что происходит с нашим организмом, как его восстанавливать, откуда какие проблемы, и как мы можем менять клеточную генетическую структуру, и как мы можем убирать тех присосок, которые нам не нужны. И чтобы вам было более понятно, вот такой вот очень коротенький пример. То есть девочка не воспринимает себя, не воспринимает свои возможности себя. То есть ей все говорят, вот ты это делаешь классно, ты это делаешь круто. Она не может принять по каким-то причинам. И у нее портится зрение. Начало портиться, когда не помнит. И когда мы начали отматывать это все, то в результате получилось так, что она в определенном возрасте шла с большой книгой и подскользнулась и упала. Говорит, я больше ничего не помню. А тут помнить ничего не надо. Смотрите, какая ситуация. В определенном возрасте, не принимая себя, сейчас не воспринимая себя, говорит, я не могу делать вот то-то, потому что у меня это хорошо получается, но нет диплома, к примеру. И ей та ситуация показала, что она шла с большой книгой. У нее были определенные уже моменты, что это нужно, для этого нужна определенная критериальность, чтобы заниматься вот этим. И она падает, повреждает копчик, у нее закрывается зрение. Я не знаю, насколько понятно объясняю, но я хотела бы до вас просто донести, что все, что происходит снаружи, это первое, то, что происходит внутри. То, что происходит внутри, это все отдается наружу. И когда мы четко знаем свое тело, когда мы знаем, как происходит наша система, как она работает внутри, что такое сердце, что такое печень, что такое почки, поджелудочная, селезенка, когда мы знаем, что отдает куда, почему идет вот отсюда, почему идет вот этот запах там-то и там-то, почему у нас начинается выделение, либо закрытие каких-то определенных ресурсов, это все нам рассказывает карта нашего тела. И что такое карта нашего тела? Мы сейчас в закрытом клопе с ребятами начинаем поэтапно проходить некоторые моменты, что, например, почки – это вот про это, поджелудочная – это про это, селезенка – это про это, икры – это про это, потому что, наверное, мало кто знает, что вообще икры – это карта нашего тела. И по икрам можно определить любые моменты, которые тебя сдерживают. И когда мы начинаем проходить свое тело, когда мы начинаем каждый миллиметр своего тела изучать, тогда, наверное, это и есть следующий этап познания себя в этой плотности. Вот. Вопросов очень много накидали. Можно вопрос? Да. Знаете, вот вы говорили, что… Знаете, когда вот слышишь специалиста в каком-то вопросе, ну, довольно узком, например, то всегда хочется попросить его поделиться вот своей кухней, что-то такое, что он там знает, и что, в принципе, для него понятно, а для других, может быть, не совсем. Но когда он это рассказывает, то у тебя четкое ощущение какого-то объема его знаний, и что это целый мир открывается, когда вот он в свою кухню. Вот вы сейчас перечислили органы тела, и хотелось бы спросить вас раскрыть какой-то маленький сайт, может быть, самый незначительный, чтобы сегодня рассказывать. Ну, вот что-нибудь такое нам сейчас и вылетит. Ну, я вам только что рассказала про почки. Я не веду конкретно, допустим, вот вы говорили, что про органы тела, те или иные органы тела, они вот то или иное как бы за собой влекут, то есть о чем-то говорят. Вот, например, вы говорили про икроножные мышцы, вот у меня конкретный вопрос именно по ним, о чем именно могут говорить икроножные мышцы. Икроножные мышцы – это карта нашего тела. Икроножные мышцы говорят просто полностью о всем нашем теле. Наше тело, оно всегда транслятор то, что наружу. То есть вот, например, на икроножной мышце, если мы под коленочку поставим свою руку, и вот этот вот палец, вот этот указательный палец, вот, и внизу, где заканчивается указательный палец, там плюс-минус полмиллиметра, полсантиметра, там есть такая точка болевая. И если у вас есть какая-то нерешимая, нерешаемая задача, которая именно для вас, не навязанная социумом, не навязанная какими-то критериями, связанная не с вашим личным телом, не с вашими желаниями, не с вашими хотелками, а именно ваше, но вы по каким-то причинам не можете решить этот вопрос, то если вы помассируете эту точку, то у вас в течение 12 часов будут открываться те решения, которые будут абсолютно простыми, вы будете даже подумать, блин, а почему я раньше этого не видел? Почему я раньше этого не знал? Именно это я и хотел, вот такие вот тонкости. Очень много тонкостей, очень много моментов, которые мы упускаем. То есть у нас и руки, и голова. То есть мы можем сделать хоть что-то, мы можем прощупывать точки, мы можем прохлопывать определенные дорожки по своей голове для определенных вещей. То есть у нас так много всего, но это, конечно же, я не смогу уместить в нашем коротком эфире. У нас даже с ребятами сейчас 5 дней ретрит, и вот сегодня у нас получится, что мы не сможем поспать, потому что у нас... А это речь идет о точке долголетия, да, спрашивают тут в чате? Я не знаю, как они называются, ребят. Я же только все по своему опыту, по своему проживанию, по своему чувству. Потому что в определенный момент мы же все очень хорошо видим. И я говорю про зрение, не про вот это вот поверхностное, да. Мы сейчас смотрим глазами, это поверхностное зрение. Это то, что когда мы смотрим на океан и видим вот эту вот гладь, волны, еще что-то. А когда мы смотрим своим зрением, истинным зрением, это когда мы с маской ныряем в океан и видим там целый мир, абсолютно другой. И я как раз вам говорю про этот мир. Потому что когда мы с вами смотрим глазами, мы видим только силуэты и видим только то, что попадает в наш ракурс глаз. А когда мы начинаем смотреть истинным своим зрением, то нам этого уже неинтересно. То есть мы видим вибрационный световой фон. И когда мы видим вибрационный световой фон, мы абсолютно четко видим человека, который, например, находится в определенном состоянии, когда у него какие-то органы болят, когда он не проговаривает какие-то компоненты. Когда, например, сидит девушка, и она, например, еще даже не знает от своей беременности, а ты уже видишь, что в ней растет новая жизнь. И я говорю вот про это видение. И это видение, оно абсолютно другое. Это не поверхностное, это глубинное видение каждого из нас, которое может в себе открыть. Светик, у меня как раз такой вопрос. С чем связана спина? Вот у меня, когда я три месяца в носоках был, когда перешел в носоках, у меня страшно болела спина. Спина. С чем это связано? А спина в каком месте? Она же у нас большая, как бы. Где конкретно? Ну вот как от таза, первый, второй, третий позвонки. То есть поясница, ближе к пояснице, да? Да, да. Ближе к пояснице. Но смотрите, ребят, сразу же говорю, что это не надо применять на каждом. Я Андрея плюс-минус знаю, мы с ним уже давно общаемся. Поэтому я могу предположить, не видя сейчас его, я могу предположить, что у него как раз вот там идет определенное защемление. Защемление. Я не буду углубляться в подробности, если что, я тебе потом лично скажу. Но это как раз тот момент, где тебе нужно посмотреть на мужское и женское. У тебя что-то сейчас идет, это какая-то ситуация именно с женским полом, которую ты не пропускаешь по определенным причинам. Да, есть такое. Спасибо. У нас рука поднята. Так. Я сейчас вам включу микрофон, пожалуйста, говорите. Да, Светлана, вижу вас как прекрасного воздушного ангела. Скажите, пожалуйста, вот раз уж Андрей задал вопрос про позвоночник, было такое усиление энергии, да, усиление энергии и в окружении, и прям все это внезапно. И вот где-то в районе пятого-шестого позвонка было такое жжение, это даже не боль, а как будто всегда жгло, и жгло, наверное, месяца два. Когда вот я приняла решение отстраниться. Можете больше не говорить. Да. Вот конкретно в вашей ситуации у нас информация проходит через голову, а знание всегда проходит через позвоночник. И вы поймали, я не знаю, у вас какой-то сон был, либо какая-то ситуация была, и вы познали, в вас вошло, так скажем, знание, либо вы его осознали, потому что оно всегда в вас было, знание касаемо вашего рода. То есть какой-то определенный момент, где вы поняли, что вы знаете вот этот момент, хотя раньше, возможно, его не исследовали. Было такое, да. Благодарю. У нас еще одна рука, давайте подоставим слово. Сейчас, секундочку, пожалуйста, говорите. Здравия. А вот я боюсь ходить с прямой спиной, хотя, в принципе, могу. И можете. А, ну, у меня есть определенные зажимы в позвоночнике. А почему я не могу себе позволить заниматься позвоночником? Заниматься чем? Ну, выпрямлением позвоночника. А вы загляните в период от 7 до 9 лет. У вас там произошла определенная ситуация, которую можно разобрать, и тогда вот этот вот событийный ряд, он у вас передвинется. Благодарю. Так, у нас пока вопросов нету, все слушают. Розинов Рты, пожалуйста, Светлана, можете, в принципе, продолжать. А я, в принципе, наверное, могу почитать в Ютубе вопросы. Ну, я могу это сделать за вас обычно. А тут их нет особо. Но если вопросов нет, то я могу, в принципе, и закончить. И сейчас ребятам скажу, что я все-таки я буду с вами, и я буду дальше помогать вам открывать вас, чтобы у вас не было никаких бум, чтобы вы понимали, что вы это просто клондайк, если вы начинаете изучать именно свое тело. И сейчас я буду в Питере, и если будут какие-то пожелания в каком-то городе организовать, то я с удовольствием буду приезжать на личные встречи. Светлана, можно вдогонку, тут действительно вопрос возник, с чем связана сухость кожи? И закончим на этом. Сухость кожи? Ну, сухость кожи, это всегда, во-первых, это связано, если смотреть глубже, если не рассматривать, что там не хватает какого-то компонента в организме, там еще что-то. Сухость кожи, это всегда проявление того, что внутри вы себе не позволяете какие-то определенные моменты, причем самые обычные. То есть, например, не позволяю любить, например, хотите там что-то, есть какой-то варенки, но не позволяете себе, идете в сырое. Хотите, например, ходить в определенном типе одежды, но не позволяете себе вот в этом. То есть, у вас есть какое-то непозволение, оно такое очень достаточно легкое, и если вы его уберете, то кожа ваша выправится, не будет в сухости. Ну, давайте поблагодарим. Спасибо вам большое. Всегда приятно вас видеть и слушать. Благодарю. Всего доброго, друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо. До свидания.